Привет, девчонки! Сегодня снимаю видео-предложение шопинга, то что я купила, по вашим просьбам, в первую очередь для Светланы и Ольги, для вас, девчонки. То есть тут я собрала все купленное за эти скидки, но они не так давно начались, то есть не в один день, не только во Флоренции и здесь в ближайших магазинах, но потом расскажу, где что. Начнем с самой первой вещи, наверное, которую купила за эти скидки, где у нас начало, несмотря на то, что я вяжу. Я купила себе вязанный свитер, свитер, джемпер, как он называется, с пайетками, потому как с пайетками я не работала и знаю, что я их никогда не куплю, стоят они очень дорого, особенно вот такие вот виды, микропайетки. Поэтому я купила уже готово, тем более была скидка и заплатила я за него, не соврать вы, мне кажется, удалила уже ценник 16 евро, то есть со скидочкой. Это вот такой небольшой джемпер оверсайз, достаточно широкий. Я вообще не очень люблю оверсайз, но в этот раз на пробу купила. Потом в конце видео я вам все вещи покажу на мне, как оно все сидит. Наверное, сразу буду говорить о составе. Ну, составы девчонки – это боль. То есть вязанных вещей, малярии, как она здесь называется, это реально боль. То есть в натуральных составах вы здесь, в среднем эконом-сегменте, здесь не найдете. То есть вы можете уже ходить в бутики, в бутиках, да. Ну, цены на свитерок там от 100 евро выше. То есть здесь можно об этом забыть. То есть, ну, для интереса, прочитаемый состав здесь, ну, боль. Боль, конечно. То есть 58 – акрилик, акрил, полиэстер, нейлон и эластан. Ничего натурального, в принципе, здесь нет. Ну, так как стоит недорого, естественно, наут. Даже если у меня продержится недолго. То есть у нас сегодня такая, девчонки, болтанка получится. Я вообще не приверженец, не следователь моды. Потому как, ну, по многим причинам. В первую очередь, мода – это вещь такая, которая приходит и уходит. И достаточно это быстро все сменяется. Поэтому за ней, чтобы угнаться, ну, во-первых, нужны деньги. Нужны деньги. То есть если каждый сезон одеваться по моде, это будет очень дорого. Потому как мода уходит быстро, вещи потом остаются, даже они не успевают изнашиваться. Но либо это уже прям в режиме моветона, либо просто треша. То есть такую вещь уже носить не будешь и не продашь ее уже и никуда не денешь. Просто деньги вот выброшены практически. Поэтому я моде не следую. И стараюсь покупать вещи базовые, базовые, которые можно менять между собой, составлять комплекты. И вещи классические, которые, как говорится, в моде всегда. И, естественно, очень важная часть моды, скажем так. Но модная вещь не всем идет. То есть не всем. То есть бесполезно покупать вещь, которая там на писке моды, да, на пике моды – писка. Но тебе она просто не идет. Поэтому я убираю вещи, которые мне, ну, по моему вкусу, мне идут. Ну что, следующая моя куплена вещь. И вы ее в предыдущем видео видели. То есть помните, когда в Приморк, в магазине Приморк, я сняла платье. То есть это моя мечта. Бязноплатье – это моя мечта. Из тех трех, которые я вам показала, я купила одну. То есть я померила все три. Естественно, состав я вам не называю. Акрил-акрил, акрилющий. Но выбрала то, которое мне подошло больше. Хотя было платье, допустим, с качеством ниток лучше. Но все дело немножечко хуже. То есть вот такое вот платье. Извините, я не всегда смотрю в камеру. Потому как я забываю, с какой оно у меня стороны. Так. И вот такое вот платье. То есть платье нейтральное. Видно, видите, связано регланом. Довольно-таки широкое, но не оверсайз, но не в обтяжку. Средние, средние посадки. Вот с таким широким воротом. Цвет. Цвет это у нас получается биржевый camel. Светлый верблюд. И вот такое ровненькое, чуть приталенное платьице. Почему купила? Почему купила? Сама же вижу. Да, я мечтаю связать платье. И очень долго об этом мечтаю. Но пока не могу определиться с фасоном. Хотя, примерно вот такого плана хотелось бы что-нибудь такое. Довольно-таки простенькое. Возможно, с каким-нибудь центральным араном. И не могу определиться с цветом. То есть вы сейчас посмотрите, что с чем можно будет компоновать. И кто может, кто хочет, подскажите мне, пожалуйста. Ваше мнение тоже не очень интересно было бы знать. Потому как я действительно не хочу белое. Потому что очень марка, все-таки очень сложно носить. Белый цвет платье. Не хочу сильно темное. И поэтому какой-то средний цвет, я не знаю, на чем остановиться. То есть бежевое уже есть, скажем так. Хотя оно продлится очень долго. Потому как акрил. Он даже нисколько потом закатается катышками, что было бы меньше проблем, потому как их можно отрезать и носить дальше. Он закашлатится. И это знала прекрасно. Я взяла платье вот на первые моменты, пока я потом рожу это платье свое. Я буду еще очень долго мечтать об этом. Но на первый момент я взяла, чтобы уже носить сейчас. И во-вторых, я по этому платью уже буду делать, ориентироваться в мою мечту. То есть уже по размеру, по фасону, возможно. Ну вот так, коротко платье. Хотите состав? Сейчас зачитаю. Смешно, конечно. Ужасно. Читаю состав. Состав ужасный. Лучше не найти. Поэтому и брала из того, что было. Мне даже страшно читать. 54% акрила. Вот. Уже все сказано. 35% полиэстера и эластана. Насколько это так мелко написано, не вижу. То есть вот так вот. Такой жуткий состав. Надо вязать срочно. Платье самой буду вязать и со стопроцентного мереноса. Я уже решила. Остается выбрать цвет. Далее. Далее у нас. Вот такой вот базовый свитер. Свитер белый. Ну, честно сказать, я мечтала. Мечтала о белом базовом свитере. Но в этот раз просто очень-очень спонтанно его купила. Реально. Не знаю, что на мне нашло. Прям тык-тык-тык. Берем, так сказать. Покажу вам. Обычный. Обычный вточной рукав. Но сделано очень аккуратненько. Я не знаю, как вас видно или нет. Под горлышко. Ворот высокий. И резинка полупатентная. И вот смотрите, даже акцентирую сейчас внимание. Он идет немножечко придавить. То есть, не совершенно прямой. То есть, посадка у него классная. И я вам потом на себе покажу. Кстати, очень интересный момент с этим произошел. Свитер. Где его купила? Я вам его скажу в окончании видео. Сейчас я не буду выдавать. Прикольно. Мне понравилось. Потом лайфхаком можно пользоваться. Так, покажу еще раз. Не знаю, здесь видно или нет. Но обычный базовый свитер. Про него мало что могу сказать. Вот резиночка будет. Приятный он на ощупь. Состав хлопок с полиэстером. Где-то, наверное, 50 на 50. Такой тяжеленький. Но хлопок в составе есть. Прям чувствуется. Но он будет не сильно теплым. Будет на весну такой свитер носить. Но я мерзля. Мне нужно почти где-то носить такое. Ну что, больше я о нем сказать не могу. Я вам потом покажу и дополню уже информацию. Не все рассказала про свитер. Сразу же вернусь. Купила его в магазине АКНД. То есть, я не знаю, как он по-русски произносится. АШНД, возможно. То есть, это с севера Европы. Магазин. Где можно еще с большой, с такой хорошей ростовкой что-то найти. Потому как для меня это, естественно, проблема найти что-то здесь в Италии. Потому как итальянцы, они по росту все меньше, чем я. И, соответственно, одежда на средний рост, на их рост. Ну я высокая, у меня рост метр семьдесят семь. И, естественно, найти то, что я хочу, это практически нереально. То есть, очень редко, когда я могу встретить вещь, которая мне не нравится, и она мне действительно подходит именно по росту, по длине. То есть, нереально. Приходится выбирать уже из того, что есть, что нравится, то, что подходит. Не знаю, как я объяснила. Но это реально проблема, потому как рукава у меня все вот такие. То есть, такой вот подстрелыш получается. Таль у меня вот здесь где-то. Ну и, естественно, вся длина, и брюк, и пиджаков, и всего-всего, представляете. То есть, очень сложно. Вот единственный магазин, где я что-то еще себе могу купить, более-менее нормально, это вот Аканде. И про цену свитера не сказал. Свитер не дешевый. Не дешевый, то есть, стартовая цена 30 евро. То есть, для свитера достаточно нормальная. То есть, это уже эконом, но верхняя планка эконома, так сказать, цена. И со скидкой, я вот выбросила, не знаю, куда я выбросила этикетку, я, по-моему, заплатила 20 евро, около 20 евро. В принципе, уже более-менее для такого свитера цена нормальная, приемлемая. Далее, еще одна моя боль. Несуществимые, наверное, мои поиски несуществимые. Еще девочки себе брюки. Обычные, классические брюки. Ну, классика, брюк, господи. Вот как можно не найти? Я их ищу уже второй год, вот честно. То есть, я где-то хожу, меряю. И либо короткие, либо размера нет моего. У меня 42-й, ну, сейчас, наверное, уже по бедрам даже 44-й. Ну, возраст дает о себе знать. Но все не то. Либо они вот такие широченные, мне в талии, по бедрам более-менее нормально. Либо, вот, знаете, не знаю, как его показать, если еще стану. Вот эта часть у меня, она вот так вот вся, вот такая складка. Не знаю, некрасиво, конечно, он показывает, но объяснить не могу. Вот это именно складка. Я не знаю, с чем это связано. Либо с особенностью моей фигуры, либо кроя такого плана. Девчонки, не могу найти. Все, не могу найти. И в этот раз мы уже поехали в этот магазин АКМ, ну, видя, что там есть более-менее классические модели. Потому что пиджачки там отличные, красивые пиджаки. Соответственно, должны быть брюки классическим пиджакам. Но нет. Брюки были, но ткань была абсолютно тоненькая, тоненькая, тоненькая. То есть, летняя, летняя, ну, на 40 градусов жиры. Прям полупрозрачно. Ну, куда? То есть, естественно, искала, искала безуспешно. Но все равно что-то носить надо. Купила вот такие брюки. То есть, извините, кстати, за свет. Сегодня ужаснейший свет. Сегодня так пасмурно. И вот с окна, и постоянно камера. Вот я вижу. Она его дергает, этот цвет. Брюки. Но они не совсем брюки. Конечно, вот я сейчас показываю. Все это смотрится страшненько, да, плохо. Это ленинцы, по сути. У них нету застежки здесь впереди. То есть, вот такая вот резинка, широкая резинка. То есть, они садятся вот по фигуре. То есть, классические, не классические, не классические. Ленинцы, да, скажем. Честно говоря. И, естественно, узкие снизу. То есть, сейчас, вот уже который год, идет вот такая вот мода. Все узкое снизу. И джинсы, и брюки, и ленинцы, естественно, они по фигуре. Вот такой вот, конечно, мне не нравится. Мне не нравится. Я люблю прямые, ровные брюки. Ну, не натипленные. Все такое. И вот что мне в этих брючках понравилось, в ленинцах. Не знаю даже, как их назвать. Во-первых, они, естественно, плотная ткань. Плотная ткань прям такая, что можно и носить сейчас. Ну, естественно, она сейчас нет. Я мерзляк. У меня на мне леггинсы с начесом в сантиметр. И сверху еще начесанные штаны. Ну, весной буду носить. Ладно. Ткань стрейч. Плотная стрейч. То есть, удобно одевать, удобно носить. Удобно в движении. И у них, вот так вот, у них, вернее. Сейчас, извините за русский, нет опыта разговора. Есть вот такой декоративный элемент. То есть, видите, как они были сложены, прострочены. Прострочены здесь. И на фигуре, потом посмотрите. Это, кстати, дает вот такой интересный эффект. То есть, видите, этот рубчик. Делаю у меня. Вот он, да? Не видно все черное. Черное на черном не видно. Ну, может, потом увидите на фигуре. То есть, очень интересно смотрятся. Я померила муж. О, эти, да, эти, да. Эти берем тебе, хорошо. Ну, ладно. Взяли. То есть, будут брючки. И под вот этот свитер. То есть, они классно смотрятся вместе. Поэтому я покажу, посмотрите. И, в принципе, под любой другой свитер, джемпер и так далее. Далее. Вот видео у меня сегодня такое получится длинное. Хотя и покупок мало. Ну, трендю много. Ладно, говорю. Далее. Ребенку моему купили. Как она называется по-русски? Толстовка, наверное. Да. У нас она называется Фейлпа. Спортивная. Купили в магазине Приморк. Приморк – это один из самых дешевых масс-маркетов у нас здесь. Большая сеть. Ну, здесь ближайший. Он есть только во Флоренции. Я не знаю, где по какой части Талии есть еще. Не скажу. Но во Флоренции есть. Магазин тоже, по-моему, с Норда Европы. Я не помню сейчас, чей он. Шведский или чей. Не буду врать, я не помню. Ну, кто-то. Что-то из севера Европы. Вещи в основном там хлопковые. Большая часть. Очень много хлопков. Хлопок производства в Бангладеш. Ну, в Бангладеш шьет неплохие вещи хлопковые, надо сказать. Но цена очень низкая. Что-то из такого и из домашнего, из каких-то футболочек, из каких-то вот таких, ну, нет, такого плана толстовочек. Там можно очень хорошо купить, заплатить совсем немного. Тем более на скидках, там бывают хорошие такие скидки. И помимо сезона скидок еще. Поэтому, в принципе, я магазином довольна. Вещички можно подобрать. Вот именно такого плана домашний, где-то бегать, где-то ходить. Не на выход, конечно, что не солидное. Но такого плана можно без проблем найти. Так, показываю толстовочку. Для сыночка, для младшего. Толстовка тепленькая, с начесом. У меня не видно, да? То есть, хороший такой теплый-теплый материал. И что мне нравится еще? Во-первых, интересная моделька. Она стрейч. Ну, стрейч. То есть, для вас это нормально. Звучит, что должна тянуться. Но, кстати, попадаются вещи такого плана с начесом, которые не тянутся. В том же приморке мне один раз такая попалась. Я не посмотрела сразу. И, конечно, эту вещь мне не носили. Это тянется. То есть, ему будет удобно бегать, прыгать. У меня такой весь активный. Вот такая вставочка интересная. Капюшон. Вот хочу обратить внимание, потому что до меня не сразу это дошло. Покупать вещи именно такого. Я даже была против покупать. Вот смотрите, с двойным капюшоном. То есть, естественно, вот это верхний идет с начесом. Но сверху есть хлопковая, тонкая хлопковая ткань. Почему вам говорю? То есть, до меня не дошло. Я была против, потому как это дополнительный вес. То есть, будет отвисать, будет тянуть назад. Я об этом не хотела. Что хочу сказать? То есть, продолжение. То есть, вот эти вот махринки, они закатываются достаточно быстро. Достаточно быстро. Но внутри это не будет видно. То есть, она под низом не будет видно. И вот часто капюшоны, которые вот здесь остаются без вот этой вот хлопковой прокладочки, они закатываются. И вот капюшон в этих местах как раз прекрасно видно. То есть, такую вещь на выход, люди куда-то выйти, даже спортом позаниматься, вы уже не оденете. То есть, это ее дома закрыться и носить. Про цену. Про цену. Во-первых, вещь, видите, с эмблемой уже от бультик-героев и всяких там этих марвелл и всяких разных героев. То есть, цена сразу вот залетает вот так. То есть, она может быть отстойного качества, но при этом стоит очень дорого. За счет того, что они вот правят, ну, неправят, как дерите-дерите. Сейчас скажу. Авторские права. На владение авторских прав они платят за это. Соответственно, цены вот так вот взлетают. Я вот не хочу принципиально брать эти вещи, поэтому я заплачу меньше. Я возьму без этого мультгероя. Я заплачу меньше и возьму качественную вещь. Здесь, несмотря на то, что у нас Бэтмен, эта вещь в Приморке изначально стоила, не знаю, видно ли, нет. Так, я не знаю, видите ли, нет. Ладно, скажу. То есть, стоила 12 евро. Что, в принципе, уже цена небольшая для такой вещи. То есть, в общем, в среднем, если по эконом-масс-маркетам пройтись, наверное, стоило было в районе 14, 15, 16 евро. Здесь уже 12. Мы ее купили со скидкой в 50%. То есть, 6 евро всего. Вообще невозможно. Я не верю своим глазам. Мы ее взяли. Она не особо была нужна. За такую цену пусть носит пацан. Ну что, с этим закончили. И последняя у меня, последняя вещь. Девчонки, мои слезы, девочки, я его наплакала. Я его реально наплакала. Пальто, которое я искала себе. Я его наплакала. Мужа, ты уже достала. Поехали покупать. Показываю вам. Это, конечно, не то пальто, что я хотела. Но тут у меня уже выбирать абсолютно не из чего. Я потом вам покажу, какое пальто. Я куда-нибудь, вот видео, наверное, туда вставлю. Вообще, мою мечту, как я себе его планировала. Какое я себе его хотела. То есть, это же, естественно, я годами-годами его хотела. Я его себе уже примерно представляла. Это, конечно, не то совсем. Это полупальтишко. Полупальто. Я хотела длинное. Это полупальто. И совсем не такой воротник. Допустим, не та модель, как я себе хотела. То есть, здесь у нас воротник идет. Корейский ворот. Воротник. А я хотела классическое. То есть, вот такого плана. То есть, классика. здесь корейский воротник но он не маленький он довольно таки высокий такая стойчика высоко поэтому когда он идет вот так он уже смотрится отложен до не закрытым до конца он уже как смотрится практически как нормальный воротник мне это понравилось потом что мне понравился этой модельки видите шов вот этот вот декоративный шов и у него получается как завышенная талия я себе вещи покупать часто завышенной талии потому как я высокая спина у меня длинная и мне чтобы визуально укоротить эту часть я часто чаще всего вижу потому как я тут уже сама вода сама себе режиссер могу спроектировать платье какие-то кофточки я сама визуально себе немножечко поднимая талию и чуть поднимая бедра то есть не видно что он не совсем прям идет по фигуре в облипку но визуально мне фигуры меняет мне это больше нравится то есть удлинять ноги укорачивать вот эту длинную спину высокую и поэтому вот этот вот элемент то есть не то что она мне короткая короткая тарелка размер бой по плечам прекрасно то есть вот такой вот укорочена вот такая упороченная талия здесь получатся выше талии сзади на спинке или не удобно держать вам показ и расклешение уже видно что то есть это все визуально декоративно сделано вот здесь у нас идет также декоративный элемент на рукавах и что мне в принципе понравилось хотя первоначально себе программировал без на прямой рукав такой все классическое в принципе хорошим не понравилось не по нас я довольна в общем-то хотя это не то что хотел я думаю про ткань ткань здесь не до карта пальто которое можно сейчас найти потому как они сейчас моде были вот этот вот сезонных очень много носили и потом можно покупать от 30 евро но 30 евро там я я не могу даже объяснить какой ужас то есть все это блестит то есть если взять классическое черное то она блестит и видно как как вата что ли ужасно это все потом бы закаталась очень сильно и естественно вид очень быстро поменяла вот который потом за 30 евро то здесь обратите внимание еще попробую показать поближе она небольшой такой рубчик я не знаю и вот такой коротенький коротенький совсем ворс отличается от тех дешевых пальто что хотел сказать и изначально она стоила не дешево не дешево если 30-40 вот средняя цена прям эконом эконом-эконом пальто это это пальто изначально стоило не знаю видите цену 70 евро в принципе не не дешево но это не натуральная там шерсть нету то есть это я так понимаю полиэстер что-то инфляция обычных дел и то есть в принципе не дешево для натурального пальто то есть со скидкой мне обошлось 49 евро боже до 50 евро то есть не дешево но я довольна моя душенька спокойно особенно спокоен мой муж дорогой что я теперь не ноль потому что это это было ужас это это я смотрю новости показывает наш лидер на милоний наш политический лидер ну тетка-то богатая понятное дело в политике и у нее каждый раз это новое пальто каждый раз новое пальто о смотри смотри милоний вот это пальто у них макс март то есть тысячу евро стоит боже а смотри мне сегодня такое и вот это бесконечно бедный мой муж конечно все а вот тебе пальто держи распишись все успокойся и это пальто было куплено за день зовут за нашу поездку во флоренцию вот эту основную покупку буквально за день потому как поехали посмотрим там в магазине здесь как раз рядом нас в нашем городке и уже купила потому кто понравилось да но другого выбора не был то есть хотелось бы походить походить посмотреть померить но если я бы не купила я бы потом не купил пошли я не знала что мы поедем во флоренцию то есть это был типа у меня был последний шанс поэтому либо это либо дорогая подожди еще несколько лет поэтому купила купила чтобы уже было наверняка ну все девчонки с болтологии я сегодня заканчиваю закончила показала вот все что что за эти дни мы купили на скидках это последнее что я купила к сожалению но хотела еще кое-что хотела я шубку синтетическую но завтрашнего дня для меня вход во все магазины вот такой вот поэтому шансов мне больше что-то купить не будет онлайн я не могу купить потому что я форестандарт я не стандартные высоко мне надо мерить все абсолютно мне все так онлайн я покупать не могу ладно как только у меня изменится погода будет что-нибудь получше на небе я попробую сделать видео уже на улице с хорошим освещением потому что видите какой беспредел я это не могу корректировать не могу поменять извиняйте конечно за качество видео но постоянно вот это вот мелькание мерцами невозможно поэтому постараюсь сделать на улице возможно будет лучше когда будет у нас солнышко но сегодня уже просто я выходить на улицу не смогу и 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 Продолжение следует... Продолжение следует...